МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ольга Ким всего год назад была безработной и, как рассказывает женщина, в апреле она обратилась в районный центр занятости и прошла обучение в рамках проекта «Бастау-бизнес». За месяц Ольга воплотила свою мечту – открыть небольшое уютное кафе в Баканасе. Начинающему предпринимателю одобрили кредит по минимальной ставке в 6%. Мы составляли бизнес-план, естественно, целевое использование, все это защищали, представляли бизнес-проект, бюджетирование. Потом после рассмотрения мы получили кредит. Вы знаете, как бы сейчас то, что воплотили, получили кредит, мы хотим настроить сам процесс. И, конечно, хочется развития, какого-то расширения. Естественно, бизнес не должен стоять на месте, он должен развиваться. Но здесь есть потенциал определенный, потому что именно в Баканасе очень такая среда предпринимательская, она есть возможность развиваться и поддержка со стороны государства существенная. Вообще программа очень эффективная и она действительно работает. И я на себе испытала, это действительно так. Чтобы получить средства на собственный бизнес, вам нужно будет подготовить, а главное, профессионально защитить бизнес-план. При этом правильно составлять его у вас научат в самом центре. Ежегодный интерес к предпринимательской среде растет. Все больше людей заинтересованы в финансовой независимости, поделился представитель центра занятости Балхашского района. В прошлом году центр занятости активно поддержал развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства. 58 человек открыли собственный бизнес. Были выданы кредиты на сумму более 4 миллионов тенге. Ежегодно в республике применяются меры по улучшению бизнес-климата. Разрабатываются государственные программы, такие как «Инбек» и «Бастау-бизнес». Доля малого и среднего бизнеса в экономике Казахстана к 2025 году должна составить 35%, а к 2050 году – 50%. Такое поручение дал правительству президент страны Касымжо Мартукая в прошлом году. Аделя Кжаркенова, Ербола Тантелов, Телеканал ЖИЦУ. Вне зоны доступа инвалиды на колясках все еще остаются в барьерной зоне. Они не могут свободно посещать общественные места, решать административные и юридические вопросы, так как у здания нет оборудованного доступа для лиц с особыми потребностями. Агентство по противодействию коррупции провело мониторинг и пришло к выводу, что часть социальных объектов Талдыкургана не соответствует стандартам. Подробности в материале. Специальная мониторинговая группа посетила несколько объектов в центре Талдыкургана. По словам председателя общественного объединения «Ерлик», городские реалии таковы, что подходы в аптеке, магазины, стоматологии, салоны красоты не приспособлены для передвижения в инвалидных креслах. Вы видите наш красивый город. Он растет, он развивается. Но, к сожалению, есть одна проблема. У нас нет доступности. Я надеюсь, что сегодня мониторинговая группа сделает очень большую работу. И я бы хотела увидеть завтра конечный результат этой работы. Увы, Талдыкурган не совсем адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями. Доступ есть в административные здания, некоторые медицинские и социальные учреждения, несколько крупных супермаркетов. Все остальное – неприступные крепости, штурмовать которые человеку в коляске не только бессмысленно, но и опасно. Имеющиеся в городе пандусы не соответствуют нормативному стандарту по углу наклона. И такая обстановка имеет место не только в областном центре, но и в целом по области. Вся полусть нашего мероприятия проходит по всей области. В Толгарском районе тоже это было проведено. Есть, соответствующие уже отклонения от правилам стандартов, в результате которого мы будем по окончанию всего нашего мероприятия проводить совещание с полномочными органами, это отделы предпринимательства, архитектуры. Тоже мы хотим пригласить еще НПП Атамикен для проведения соответствующих разъяснительных работ. По результатам рейда сотрудники антикоррупционной службы составили свои рекомендации руководству учреждений, здания которых были проверены на предмет доступности для людей с особыми потребностями. В целом по области насчитывается 67 тысяч людей с инвалидностью. Около полутора тысяч из них – колясочники. Евгения Присяжная, Рахат Рахимжанов, Ержан Дюйсен, Телеканал ЖТСУ. Почет и уважение. Ветеранов Великой Отечественной войны праздновать с праздником в преддверии Науроза и 9 мая. Выразить циновнюю признательность за бесценный вклад в Великую Победу решили сотрудники городского управления по делам обороны, молодые солдаты, а также участники военного клуба ЖТСУ Тарландара. В этот раз инициаторы посетили ветерана Гаиса Егембердеева. В возрасте 18 лет в 1941 году он добровольно отправился на войну. Юный солдат воевал в столице Латвии. Его отряд освобождал Ригу от фашистских оккупантов. Он был трижды ранен в бою. Однако воли к жизни молодому бойцу было не занимать. В 1947 году он вернулся домой. Сегодня ветерану 96 лет. Несмотря на преклонный возраст, он по-прежнему бодр и готовится встретить 75-ю весну Победы. Спасибо большое, что пришли, поздравили меня. Столько молодых людей у меня в гостях. Вы так юны, активны. У вас вся жизнь впереди. Желаю, чтобы вы, молодое поколение, никогда не видели войны. Это самое ужасное, что может произойти с человечеством. Цените мир, добытый героями тех далеких времен. К юбилею Великого Акына интерпретация романа ЭПП «Путь Абая» в театрализованной постановке состоялась в стенах Дома Дружбы. В роли героев костюмированы инсценировки литературного произведения Мухтара Ауэзова, учащиеся колледжа промышленной индустрии и новых технологий. В их исполнении прозвучали отрывки из романа, а также знаменитая песня Абая «Жильсыстендежаркай». К слову, среди юных актеров театрального кружка есть представители и других национальностей. Примечательно, что будущих специалистов рабочих профессий, далеких от мира искусства, в кружок по интересам привела любовь к театру. Проникновенная речь, актерское и вокальное мастерство впечатлили гостей представления. По словам исполнителя главной роли, талант, ум и харизма великого мыслителя покорили его сердце. «Абая для меня яркий пример настоящего человека», – резюмировал юный актер. Наша постановка посвящена 175-летию великого Абая. Ребята очень талантливые. Им очень нравится играть эти роли. В то же время они учатся выходить на сцену. Ребята смогли раскрыть суть произведения и показать качество великого Абая. Я являюсь членом театрального кружка уже с первого курса. Наша подготовка к постановке проходила несколько недель. Мы каждый день усердно репетировали. Я исполнил песню «Абая жильцы стандежа ракай». Пальму первенства в Жамбылском районе оспаривали импровизаторы. Айты Сакынов состоялся в честь дня рождения великого казахстанского мастера устного слова Жамбыла Жабаева. Подробнее расскажет наш корреспондент. Республиканский Айты Сакынов Жиралы Бажамбыл прошел при полном аншлаге в Доме культуры села Узнагаш, на сцене которой выступили 30 молодых Акынов из 14 областей. К слову о жюри оценивали выступления импровизаторов-острословов видные деятели культуры. Среди них главный редактор газеты «Алла Тау» Айта Кын Булгаков, поэтесса Ханша Раисова, профессор ЖТСУского государственного университета Шарак и Ахметова и другие. Наш район гордо носит имя Жамбыла Жабаева, поэтому мы ежегодно проводим конкурсы в честь дня его рождения. В этом году ему исполнилось бы 174 года. Сегодняшний Айтесс проводится нами уже в 12 раз. И наша цель – поддержка уникального народного устного творчества, импровизаторского мастерства, пропаганда песенного искусства и наших традиций. Участники состязаний – молодые начинающие Акыны и опытные исполнители, победители и призёры различных конкурсов. Сегодня они выступали в традиционной для Айтесса форме, добавляя элементы современности. На выступление каждой паре давалось всего 20 минут. И за это время нужно глубже раскрыть самые актуальные темы – от национальных ценностей до социальных вопросов. Немало приятных поэтических строк было адресовано великому Жамбула Жабаеву. Я уже в третий раз участвую в Айтессе Жар-Алыба Жамбыл. Прилетел из города Караганды. Хочу сказать спасибо за то, что у молодых Акынов есть возможность показать себя, набраться опыта, стать лучше в этом ремесле. Хорошо, что такой конкурс проводят ежегодно. Думаю, это огромный вклад в духовное развитие населения и, главное, молодёжи. По итогам конкурса лучшим Айтесскером был признан Алихан Ергалиев из Карагандинской области. Второе место досталось уроженке города Актау Алтынай-Канапия и Кайдарову Бексултану, который представлял Павлодарскую область. Третье место решением судей заслужили Аим Асалбек из Алматинской области, Жалгас Хазбек из города Алматы и представителя Тараусской области Исану Рассел. Аделя Кжаркенова, Ербола Тантелла. В телеканал Житсу. Я казах. Более полувека назад родилась монументальная поэма Жубана Молдогалиева, чьё столетие в этом году отмечает прогрессивное казахстанское общество. Военный репортер, государственный деятель и мастер поэтического слога Жубан Молдогалиев оставил яркий след в сердцах соотечественников. Я казах. Горечь жизнью. Вкусил я с пелёнок. Умирал и рождался я тысячу раз. Я смеялся, и свет возникал из потёмок. Плакал, слёзы лились и у солнца из глаз. Это великое творение по сей день не теряет своей актуальности, потому что эта поэма призывает к преданности и любви к родине. Я считаю, что для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма нужны именно такие произведения. Жубан Молдогалиев – фронтовой поэт. В 1940 году он был призван на фронт и вернулся домой лишь спустя 7 лет. Итогом двухлетней творческой работы послевоенных годов автора стал первый поэтический сборник «Стихи Победы». Своими произведениями Жубан Молдогалиев не только занял особое место в литературном мире, но и сумел покорить сердца простых людей. Я казах, я страна, я мечта всех времён, в гордом грохоте, строя, пылания, знамён. Умирал я не раз и воскрес, наконец, но в суров и в тяжёлых боях закалён. Мы, нынешнее поколение, отдаём дань уважения смелости Жубана Молдогалиева за его выступление перед первым секретарём Казахстана Колбиным во время декабрьских событий 1986 года в Алматы. За поэтическое произведение «Ксена Ашкан», изданное в 1969 году, Жубан Молдогалиев был удостоен государственной премии Казахской ССР. Наряду с созданием стихотворений поэт изучал Кьюи Курмангазы и интерпретировал их в своих творениях. Автор с большой буквы пользовался безоговорочным уважением среди коллег. На протяжении четырёх лет он занимал должность первого секретаря Союза писателей Казахстана. Песни, написанные на слова Жубана Молдогалиева, по сей день звучат в исполнении звёзд казахстанской эстрады. Это «Улькием жаэль ойла сам», «Сагандам жаэр», «Кюс» и другие. Одним из популярных произведений Жубана Молдогалиева является песня «Абзал она», прозвучавшая в известном художественном фильме «Ангел в тюбитейке». За полувековую творческую жизнь было опубликовано более 60 книг Жубана Молдогалиева. Он автор таких произведений, как «Судьба вдовы», «Орлиная степь», «Сель» и многих других. Однако именно поэма «Я, Казах», созданная в 1964 году, потрясла литературный мир, навсегда став олицетворением свободы духа казахского народа. Новая экологическая проблема назревает в Алматы. Горожан на этот раз возмутило не загрязнение воздуха, а безалаберное отношение к утилизации медицинских отходов. В одном из микрорайонов обнаружили горы шприцов и ампул с кровью. Они валялись на улице. Экологи подтвердили, это идет в разрез со всеми санитарными нормами. В Акимате уже проверяют деятельность частной компании, утилизирующей отходы. В департаменте экологии подтвердили, хранили их с нарушениями. Контору оштрафовали на 80 тысяч тенге, но лицензии пока не лишили. 25 лет в эфире. Радиостанция НС отмечает день рождения. За четверть века радиостетья завоевала лидирующие позиции в эфире и стабильно входит в топ-5 крупнейших казахстанских радиостанций. Под уже ставшими родными голосами радиоведущих ежедневно начинают свой день десятки тысяч казахстанцев. Именно в эфире НС исполняются желания радиослушателей и передаются приветы и поздравления самым близким. Добавив, настроиться на радиосигнал можно в любой точке страны. НС обещает в 28 городах Казахстана, обеспечивая стабильным сигналом 70 больших и малых городов. В Алматы дезинфицируют общественный транспорт и остановки. Вагоны метро проходят санитарную обработку после каждого рейса. Таким образом, власти города намерены сократить до минимума случаи заражения. Ведь, как известно, опасный вирус любит антисанитарию. В связи со сложившейся ситуацией в Акимате считают эти меры самыми действенными на данный момент. Минздрав предупреждает – соблюдайте чистоту и личную гигиену. Не посещайте места массового скопления людей, чтобы обезопасить себя и своих близких. Еврокомиссия поддержит большой и малый бизнес. В условиях вспышки коронавируса предусмотрены ряд серьезных мер по обеспечению и поддержке секторов, на которых ситуация повлияла больше всего. Это туризм, транспорт, гостиничный и ресторанный бизнес. На это уже выделено 33 миллиарда евро. Правительства стран и ЕС также задействуют все возможные ресурсы. Так, Германия объявила о неограниченных кредитах на общую сумму в 550 миллионов евро. Деньги пойдут на поддержку предприятий, столкнувшихся с проблемами денежных потоков. По заявлению министра экономики Франции Брюно Ле Мере, государство будет компенсировать потери заработной платы граждан независимо от ее размера. Билл Гейтс покинул совет директоров корпорации Майкрософт. Как отмечается в документе, опубликованном компанией, миллиардер впречь хочет посвятить себя благотворительности. Особое внимание одного из основоположников корпорации приковано к сфере мирового здравоохранения, образования, а также изменению климата. Напомним, что миллиардер и его супруга основали свой благотворительный фонд еще в 2008 году. На сегодняшний день Билл Гейтс находится на втором месте в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в более чем 100 миллиардов долларов США. В своем заявлении Гейтс отметил, что Майкрософт останется важной частью его жизни. Американские кинокомпании замораживают свои проекты на почве угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, студия Netflix 16 марта приостанавливает работу над всеми фильмами и сериалами на территории США и Канады. Ограничение вводится сроком на две недели. Вследствие выявления коронавируса у одного из членов съемочной группы, киностудия Warner Brothers приостановила съемки нескольких сериалов. Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп объявил режим ЧАЭС в стране в связи с коронавирусом. По последним данным, от эпидемии в США умер 41 человек. Всего в стране выявлено 2053 случая заболевания. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова